В связи с введением режима самоизоляции, который должны соблюдать прежде всего люди пожилого возраста, было решено провести традиционную встречу с ветеранами войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в режиме онлайн. В ней также приняли участие общественники, представители депутатского корпуса и блогеры. Алексей Спаский приветствовал собравшихся и вначале рассказал о планах регионального правительства. Отдельные виды работы, отдельные производства возвращаются на площадку. Это стройка, строительство социальных объектов, такие как школы, сады, больницы. Потихонечку, как было сказано после 12-го числа, мы очень надеемся, что и будут выводиться объекты еще не массового посещения, но тем не менее, которые будут доступны для посещения каждому из граждан. Председатель Совета ветеранов Ленинского городского округа Сергей Бойков рассказал о работе, которая была проделана в преддверии празднования Дня Победы. Мы восстановили четыре фамилии потерянных героев, так называемых, которые забыли на постаменте, забыли в книге памяти, разместили памятные таблички в селе Остров и в горках Ленинских и провели большую работу по восстановлению памяти о наших героях. На онлайн-встрече также обсудили работу волонтеров, которые в эти дни активно помогают людям пожилого возраста. На конференции присутствовал и Борис Канельский, участник Великой Отечественной войны, кавалер многих орденов и медалей. На днях Борис Харитонович стал новоселом. К 75-й годовщине Победы он получил в подарок ключи от квартиры в новом микрорайоне. Я от всей души хочу поздравить весь наш район, всех его жителей с этим замечательным праздником. Это самый главный праздник нашей страны. 75 лет мы отмечаем в этом году нашу славную Победу. Напомним, что Совет ветеранов стал одной из первых организаций, которую посетил Алексей Спаский, еще будучи исполняющим обязанности главы района. Тогда в беседе за чашкой чая ветераны озвучили главе ряд просьб. О них он не забыл. Это практически первые дни были моей работы в Ленинском городском округе Совета ветеранов, когда мы поздравляли блокадников. И там прозвучала идея о том, что построить, воздвигнуть монумент, где будут увековечены памяти всех погибших ведновчан или жителей Ленинского района, которые ушли на фронт и не вернулись, а таких более 10 тысяч. Я даю вам обещание о том, что буквально сегодня дам такое поручение, чтобы буквально, может быть, через две недели уже какие-то проектные эскизы были предоставлены Совет ветеранов на рассмотрение. Закончилась встреча с совместным исполнением одной из самых известных песен о Дне Победы. Максим Козлов, Константин Брулов, Ольга Садовская. Видное ТВ.